Так, все, запись началась, всем привет, и мы стартуем шестой уже, ребята, шестой сезон Android Crew, я даже не могу поверить, шестой, я с первого сезона здесь, и, блин, я не помню, первые сезоны, с чего начинались, так все сумбурно было, онлайн-конференция, я так понимаю, мы уже в таком режиме работаем больше года. О, фига себе, больше года, ребята, это очень круто, что мы продолжаем регулярно радовать вам мобильной разработкой и контентом по мобильной разработке, да не только там, да, и у нас и тимблит Crew появился, и дизайн Crew, и софт-скиллы Crew, да какого только там Crew уже не появилось, так что, welcome всем на другие сессии, смотрите, какие, что вам интересно, полезно, подключайтесь, ну, а мы продолжаем наши родные старые Crew по Android, и сегодня у нас интересная тема, так как у нас тема недели, все, что связано с сетью, правильно, я же не путаю, Виталий, сеть наше все? Сеть наше все, куда мы без нее денемся? Куда мы без нее? Мне кажется, нет таких. Я так понимаю, да, уже никто не задается вопросом по поводу того, что там, как работать в сетевом слое, никто не заморачивается, но на самом деле очень важно знать все аспекты, тем более, когда есть всякие разные, действительно, протоколы, да, сетевые, различные способы защиты, по безопасности и прочее. Поэтому мы специально сегодня позвали Диму Терешина из Бермаркета, Дима, привет, который расскажет нам о том, как правильно стряхивать, стряхивать, ребят, низковисящие уязвимости с мобильным приложением, очень важное. Я в кошельке, мы столкнулись с этими задачами, очень интересно и очень важно. Вот, поэтому давайте все готовимся, запасаемся кофейком, кто-то, может быть, будет концептировать, блин, нет, правильно, я забыл по-русски слово, это как называется, концептировать? Конспектировать? Конспектировать, точно, конспектировать кто-то будет. А мы начинаем, Дима, тебе слово, потихонечку, также, подождите, еще объявление, ребятки, не забываем задавать вопросы в окошечко QA, да, и переключайте в чате, пожалуйста, все на host and pay list, чтобы вы только по листам не писали. Ну, все. Сейчас, кстати, на самом деле, сейчас при заходе автоматически я прямо выбираю, выбирается. А, наконец-то они это сделали. Ну и прошло, типа, и годы. Молодцы, они дождались до этой фичи. Ну и все, ребята, вперед, Дима, тебе слово. Да, спасибо. Всем привет еще раз, меня зовут Дмитрий Дерешин, я работаю в компании Сбермаркет, и мой доклад называется «Остряхиваем низковисящие уязвимости с мобильного приложения». Вот, ну я прежде всего хочу сказать, что я вообще не разработчик, вот, я занимаюсь application security, информационной безопасностью программных продуктов в компании, вот, в том числе и мобилок, там, веба. Вот, и поэтому прежде всего я хочу рассказать про некоторые подходы, которые существуют вообще в мире application security. Есть так называемые DFC-копс практики, когда инструменты безопасности различные, которые находят какие-то простенькие уязвимости, встраиваются в пайплайн и автоматически ищут тому уязвимость. Вот, первый подход называется SAST, он как бы включает в себя поиск там различных секретов в репозиториях, поиск каких-то там ключей и токенов, которые там не должны, собственно, быть, а должны лежать где-нибудь в валте или там каких-то специальных хранилищах. Вот, также SAST – это статические анализаторы, которые ищут какие-то потенциальные проблемы в коде, там строят синтетическое дерево, понимают, где какие входы есть в программу, какие выходы и так далее. Вот, следующая практика – это DAST, это динамический анализ, когда приложение анализируется в динамике, то есть смотрится там трафик, который уходит с клиента на бэк, вот, там пытаются подставляться различные параметры, какие-нибудь неожидаемые в запросе, вот, и анализируются выходы. Вот, в мобилках также анализируются такие вещи, как логии, там межпроцессное взаимодействие и всякие такие вещи. Вот, следующая практика называется SSA – это анализ компонентов, анализ библиотечек сторонних на различные уязвимости, так называемые CVE, то есть это такие уязвимости, которые были уже давным-давно найдены в старых версиях библиотеки, которые были уже, собственно, по фикшену в новых версиях, и такая практика обычно требует там пропатчить какую-нибудь версию библиотеки до последних, чтобы избежать уязвимости. И SSA – это open-source analysis, это анализ open-source компонентов на там лицензионную частоту и в том числе на должные уязвимости в компонентах. Вот, теперь я хочу сказать, что есть целый класс уязвимостей в мобильных приложениях, которые плохо находятся через вот тот самый статический анализ через SAST. Первое – это некорректная сетевая конфигурация, второе – это небезопасные урлы, третье – тестовые стенды, и четвертое – это различные ключи, токены, пароли и креды. Что под этим подразумевается? Что иногда бывает так, что статический анализ, допустим, не находит какую-то уязвимость, то есть не находит, что есть какой-то мисконфиг в настройке сети, вот, но при этом в итоговой сборке этот мисконфиг есть, в итоговой релизной сборке, вот, при том, что в исходниках все было нормально. То же самое может быть небезопасно, ну, там, могут использоваться урлы по HTTP, по, там, WebSocket, например, по Nisecure, которые тоже, которых не было в исходниках, но которые есть в итоге в релизной сборке. Вот, и то же самое касается утечек, там, различных тестовых стендов и различных ключей. Вот, почему это вообще происходит, потому что… Сейчас, наверное, надо убрать эту штуку. Потому что, как примерно выглядит жизненный цикл вообще мобильного приложения в компании, изначально, там, есть какой-то репозиторий, из которого выкачивается, там, код на какой-то CICD-агент, который собирает из этого кода, собственно, сборку. Вот, на этом этапе анализируются, там, в том числе исходники, различными линтерами, возможно, и потом происходит непосредственно сборка дистрибутива, которая выкладывается в систему дистрибуции, там, для… Внутренние для тестеров, для КОА-отдела, и выкладываются в магазины уже там Google Play и App Store. Вот, и именно в этом моменте, если, как бы, встать пораньше, если анализировать чистые исходники, то можно пропустить вот некоторые изимости, и, на практике, у меня такое бывало, я сейчас расскажу более подробно, что под всем этим кроется. Так, может, не переключается? Да, первая класс уязвимости – это синевая конфигурация. Все, наверное, знают, что есть, как бы, в Android-приложениях такой файл Android Manifest XML, который описывает главные, вообще, свойства приложения, описывает там главные, ну, все компоненты приложения и различные опции, там, типа, включить-выключить бэкап и так далее. Вот. В манифесте есть такая штука, как, например, можно подключить в теге Application опцию Uses Clear Text Traffic True, которая на уровне всего приложения разрешает HTTP трафик, то есть, не шифрованный и небезопасный трафик. Вот. И в том числе можно подключить Network Security Config. Это такой, такая XML-ка, такой конфиг, который лежит в, ну, по пути ResValues Network Security Config XML. Вот. В Network Security Config можно тоже прописывать различные конфигурации приложения, различные конфигурации сети. Вот. Например, опять же, можно на уровне всего приложения разрешить, разрешить не шифрованный трафик. Вот. Или можно, например, на уровне не всего приложения, а только для каких-то конкретных хостов сказать, что, типа, вот сюда мы сделаем исключение, сюда можно ходить по HTTP, по небезопасному соединению. Вот. Аналогично можно, например, на уровне всего приложения или на уровне хостов разрешить доверие пользовательским сертификатам. То есть, вообще в системе, в мобилке, на устройстве есть предустановленные, там, корневые сертификаты, которым по умолчанию доверяет Android и через которые, ну, когда происходит установка соединения HTTPS, когда происходит Handshake, собственно, происходит проверка то, что сертификат, который выдал нам сервер, он действительно подписан, там, этим самым корневым сертификатом, который предустановлен на устройстве и которому мы доверяем. Вот. Но, чтобы, ну, это как бы такой механизм безопасности, который позволяет, который защищает нас от того, что кто-то встал посерединке и кто-то читает наш трафик или там его как-то видоизменяет. Вот. Поэтому есть такие, некоторые, типа, атак, когда, допустим, каким-то фишинговым способом пользователь заставляет установить какой-то недоверенный сертификат, вот, он попадает в отдельную, там, папку, вне системные сертификаты, а те сертификаты, которые установил сам пользователь. Вот. И начиная с 24-й версии Android, 24-й версии API Android, то есть это с 7-го Android, Android как бы перестает, перестал доверять этим тем самым пользовательским сертификатам, которые устанавливает сам пользователь на устройстве и доверяет только своим предустановленным. Вот. И как раз эту самую, это самое доверие можно включить на уровне вот этого NetFort Security конфига и разрешить, как бы, использовать предустановленные, то есть установленные пользовательным сертификаты. Вот. Это мисконфиг, это уязвимость, потому что это как бы как раз открывает ворота для MITMA, для перехвата трафика, если кто-то встанет посередине и у кого-то как раз будет тот самый корневой сертификат, который он подпихнул на устройство. Собственно говоря, такие, я вот встречал на практике, когда в исходниках такого проблем с этим не было, то есть Network Security конфиг вообще не подключался. В самом, в самих ресурсах этого конфига тоже не было. Но при этом почему-то в релизной сборке все это было. Было включено и доверие пользовательским сертификатам, и трафик по HTTP. Вот. И, собственно, почему так произошло? Потому что на этапе сборки Android, он мержит манифесты и ресурсы в один файлик. То есть он берет, на самом деле, все файлики там манифестов из различных сторонних библиотек или там из каких-то корб, переиспользовав библиотек. Вот. И, собственно, собирает вместе. Поэтому, если в какой-то сторонней библиотеке валяется вот такой конфиг со включенным Network Security конфигом, там включены все эти вещи, то он и зальется, ну, как бы, все это зальется в релизную сборку. Вот. И будет мисконфиг в итоговой релизной сборке. На iOS, тоже расскажу, есть подобный Android-манифест, подобный файлик. Он называется info.plist, который описывает все главные опции, главные свойства приложения. Вот. И там есть похожая настройка, называется NS App Transport Security, которая тоже настраивает сеть на уровне всего устройства. Точнее, на уровне всего приложения. Соответственно, там есть, например, такой ключ, как NS Allows Arbitry Loads, который, если включить в True, то он разрешает HTTP Traffic. И то же самое, он, как бы, включает доверие на уровне приложения с сертификатом, который предоставил пользователь. Вот. И все то же самое можно сделать не на уровне приложения, а там только, ну, точнее, тоже на уровне приложения, но только для каких-то конкретных хостов, а не для всех. То есть, там, допустим, для example.com можно прописать где-нибудь настройки. Можно, например, включить минимальную версию TLS, там, понизить ее до какого-то небезопасной версии, там, 1.1, на которой существуют атаки. Вот, можно, допустим, разрешить, там, свойства или отключить на потребление свойства формы, там, секреси, или то же самое, там, так, походу мы потеряли диму. Самая интересная тема для всех – это сетевая конфигурация IOS. И как раз после презентации EPPO. Создание, да, ребят? Да, все. Дима. Ну, так бывает. Ну, так бывает. Когда вы рассказываете про безопасность, за вами следят, записываю. Ну, ты как же. Тоже же. Создавать соединение. Ну, он почти из Бера. Тоже почти банк. Ну, возможно, он там не согласовал какие-то сбировские эти штуки, рассказы. И EPP-шники, да, там, сидят. Ёп, это секретно, это нельзя. Это секретно, это нельзя. Пропусим здесь. Да, кстати, на самом деле, я вот сейчас тоже в IPN, я с IPN сидел, я думаю, чуйки тормозят. Блин. Не забывайте IPN включать, если вы дома сидите, и вам внутренние ресурсы не нужны. Так. Ну. Что делать? Мы сейчас ждем. Вы пока можете накидать вопросы в PND-секцию. Да. Это их всего три, а прошло уже довольно много времени. Да. И не забывайте голосовать за них, будет легче тогда ориентироваться. Да, вопросы есть у нас. Вообще, короче, тема по секьюрности, она в наше время все больше и больше актуальна становится. Так. Дима зашел, нам надо его перевести. Давай. 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 Так. Ну что, Дима? Да, сори, по-моему, у меня вылетел интернет. Сейчас я продолжу. У нас были всякие теории на этот счет. Но тебе о них не расскажут. В записи посмотришь. Ну все. Продолжаем. Да, окей. Ну, в общем, о чем я рассказывал. О том, что конфиг в итоге подменялся на CI. Это как бы никак не контролировалось. И в итоге мисс конфиг ввалился в релизную сборку. Собственно говоря, то, о чем я говорю, иногда, наверное, проще такие, собственно, вещи опять же, искать в итоге в релизной сборке. Это будет более надежно. И это будет такой более надежный контроль со стороны безопасности. Вот. Следующий класс уязвимостей это УРЛы. Вот. История была такая, что приложение ходило за различной статикой, за картинками, за PDF-ками, с какими-то соглашениями и с информациями о тарифах. Ходило по небезопасному протоколу HTTP, который, как, наверное, все знают, можно легко перехватить и модифицировать. То есть, вот, там, как бы, нет никакого шифрования, нету, как-то, аутентификация и так далее. Вот. Собственно говоря, сама общая уязвимость, на самом деле, достаточно минорная. Вот. Но при этом у нас была там такая история, что у нас был баг-баунти, собственно. То есть, такая программа, когда там хакеры присылают какие-то уязвимости, которые они считают, что они, ну, действительно, там стоят вознаграждения. Вот. И мы выплачивали там деньги за какие-то интересные находки. Вот. И за такие вещи их тоже, ну, приходилось рассматривать и приходилось там немножко выплачивать. Вот. Потому что, ну, по факту, действительно, можно там какую-нибудь картинку подменить и тебе там придет вообще какая-то другая информация, там, со сторонней рекламой или там с такими ссылками. Там, куда-то там тебя смотивирует прийти, чтобы там получить какой-нибудь приз и так далее. То есть, здесь, как бы, возникает такой простор для фишинга. Вот. Поэтому и при этом такая история, что все эти урлы, они тоже, как бы, их не было в, собственно, в репозитории, не было в исходниках, но при этом они были в релизной сборке, потому что, как бы, конфиги с этими ссылками, они подтягивались вообще из стороннего сервиса, который наполнялся, там, не разработчиками, а вообще аналитиками. Вот. Соответственно, что можно, как бы, здесь сделать? Можно искать, грепать по таким схемам, по HTTP и WebSocket, там, без дополнительной S на конце в итоге в релизной сборке. Следующий, момент, это различные тестовые урлы, то есть, когда происходит утечка тестовых стендов в релизную сборку, здесь, как правило, часто любят именовать тестовые стенды так же, как и продовые, но там, типа, через DeFi, QA, например, или там DeFi, QA, QA2, там, может быть, Dev, Stage, Test, UAD и так далее. Это, опять же, достаточно минорная уязвимость, то есть, ничего, как бы, глобального не случится, если там QA, хосты, заварятся в продовую сборку. Но при этом, если есть какие-то еще дополнительные уязвимости, то есть, часто, часто, например, реплику продовой базы данных ее, как бы, выставляют на тестовый стенд и получают доступ к тестовому стенду злоумышленник, по сути, получают доступ к тем же данным, которые лежат там на прод-стенде, вот поэтому это лишний, как бы, вектор, лишней информации для злоумышленника, которую, ну, нежелательно вообще этого допускать. Вот, и здесь проще и надежнее, как бы, искать вообще в итоге, в итоговой в прод-сборке, чем делать какое-то сложное правило для соста, которое будет там, типа, только смотреть по билд-вариантам, что, типа, если это тестовая сборка, то здесь, если есть такие стенды, сборка, то это ненормально. Следующий момент, это урлы с basic кредами, то есть, если мы где-то видим, что есть такой урл формата, там, типа, юзернейм, двоеточие пароль, дальше собака и сам хост, то это значит, что мы basic креды, ну, то это значит, что на хосте есть basic авторизация, и под basic кредами можно авторизоваться на этом ресурсе, вот, и они передаются прям небезопасным способом, ну, в принципе, basic авторизация, она как бы не очень безопасная, вот, и кроме того, как бы мы здесь передаем прям в руле эти креды, и это уже такая достаточно серьезная уязвимость, это утечка кредов в сборку, вот, и, собственно, такие вещи тоже надежнее искать в итоге, ну, в итоге релизной сборки. Следующий момент, это различные ключи, то есть, например, такими ключами могут служить там basic aus токены, токены доступа, то есть, авторизация обычно происходит по по хедеру авторизейшн, который подставляется там в запрос, вот, и как бы вэлью этого хедера, она выглядит так, что это basic, пробел, и некая там base.js4 строка, вот, соответственно, можно грепать такие вещи в итоговой релизной сборке, вот, и можно как бы таким образом обнаруживать утечки токена, вот, здесь вот, например, на слайде есть пример картинки, где в дезассамблированном Android приложении видно, что утек, утек как раз этот хедер, то есть, он где-то был захардкожен и попал в релизную сборку, соответственно, взломочник может это все расковырять, может это легко увидеть там, по регулярным выражениям пройтись и найти все такие basic вещи, вот, и это уже такая достаточно серьезная проблема. Похожая, похожая вещь это BRR токены, когда там там немножко другой формат, это BRR, пробел токен, вот, и такие вещи тоже можно как бы поискать по регуляркам в релизной сборке, вот, и это будет тоже надежнее, чем искать его в исходниках, вот. Следующие ключи, это API-ключи для доступа к тестовым стендам, то есть, здесь такая достаточно специфичная вещь, наверное, не у всех так, но вот в компании, в которой я работал, в которой все это происходило, доступ к тестовым стендам, он ограничивался только вот API-ключом, то есть, там не было никакого VPN-а, ну, работало так, что в тестовую сборку вшивался вот этот вот то, значение этого токена, а у стокена там добавлялся дополнительный хедер, и по этому значению уже авторизовывало пользователя на тесте. Вот, это было такое кастомное решение, кастомный API-ключ наш, и мы его, ну, тоже он часто постоянно утекал в релизной сборке, и тем самым как бы компрометировался, и это было неприятно, и проще такие вещи тоже, и надежнее искать в сборке, чем как-то там сложно придумывать, что типа в тестовой сборке, в тестовом там билд-варианте это не уязвимость, а там в продовом это уязвимость. Следующий момент это различные закрытые ключи, то есть, например, у меня была такая история, что, ну, наверное, много кто пользуется Firebase, для использования там отправки, допустим, уведомлений через Firebase можно использовать как вариант такие сервисные Google-аккаунты, которые, чтобы их подключить, ты там скачиваешь специальный такой JSON, вот как здесь вот на слайде, и после этого ты можешь уже там с бэка делать отправку пуш-уведомлений, вот, соответственно, этот конфиг, он должен лежать только на сервере и ни в коем случае не, как бы, не попадать в клиент, на клиент, вот, в мобильную сборку, но у меня была такая история, что вот в iOS-приложении у нас там в одном, собственно, этот конфиг утекал, вот, и я его нашел как раз через вот такую регулярку, через там begin private key и end private key и посредине там какие-то строки, такой формат для закрытых ключей, которые не, ну, собственно, являются учительной информацией, не должны никуда утекать, и злоумышленник как бы вот с этим если этот джейсон вообще утек на сторону, то он точно так же может отправлять пуш-уведомления там на как бы на устройство с нашим с нашим приложением. Вот, такие вещи как бы тоже проще искать в итоге сборки. Еще ключи, которые могут, которые можно тоже искать, которые как бы специфичны для мобильных приложений, это Legacy там Firebase, ServerKey, ну, тут как бы не рассказать в двух словах, тут мне здесь нужно читать исследования одного там бакантера, который выкачал несколько сотен там сборок андроид-приложений, несколько там собственно покашек и прогрепал их там по специальной регулярке, нашел вот такие вот ключи, которые позволяют тоже там отправлять пуш-уведомления определенным образом. И еще один момент, это Google API-ключ, это API-ключ собственно для Firebase проекта, который есть в принципе вообще во всех приложениях, то, что вообще он валяется как бы в сборке, это не является уязвимостью, но при этом иногда там если у меня есть какие-то дополнительные пермишины некорректно настроенные и если допустим приложение использует там Firestore, то с этим некорректным пермишином можно сделать запись в эту базу данных или наоборот вычитать оттуда какую-то информацию, которую ну вообще не должен был этот ключ вам предоставлять вообще такую возможность. Вот, здесь вот на слайде есть как раз пример такой там это из iOS-приложения файлик называется Google Service Info List, как правило, вот, и там лежит URL от базы данных и API-ключ, вот, и там определенным образом можно тоже проверять, что у этого ключа действительно корректные пермишины или нет. следующий момент это настройки WebView, вот, но это такая уже достаточно задержанная тема, это различные там мисконфиги для WebView, которые могут потенциально быть, это Enable Safe Браузинг, такая настройка в Android Манифесте, которая отключает там встроенную функцию безопасности для типа Safe Браузинг, это когда наш Google Chrome Браузер, он сам там типа понимает, что, допустим, переходить по каким-то ссылкам небезопасно, он там такую плашку будет вешать, что типа это небезопасная ссылка, вот, собственно, вот такой вот настройки, если ее выставить там в False явно, то она отключает эту функцию, вот, и можно будет там шариться по всем ссылкам и так далее. Еще одна настройка это Set JavaScript Nable стандартная, это включение JavaScript, которые, ну, как бы, все там рекомендации по безопасности они пишут обычно о том, что лучше это как бы оставить выключенным, если там нет какой-то большой потребности в JavaScript, то лучше его, короче, не использовать. Вот. Также это Set Allow File Access, это доступ там к файлам в песочном сопроложении, вот, который можно тоже явно выставить в True или, допустим, оставить по дефолту, и тогда этот доступ останется, и это такая тоже как открывать какую-то там новую поверхность типа для атак. Вот, и так далее. На самом деле настройок там в WebView достаточно много, например, вот Shoot Override это Urloading, это тоже такая настройка веб-вьюшная, которая позволяет типа переходить в WebView по всем ссылкам, то есть мы загрузили какую-то одну страницу, но когда мы тыкаем там по ссылкам, то он без проблем будет тебе открывать все эти другие страницы в этом же WebView. Вот, и если на странице есть какая-то, каким-то образом попали вредоносные ссылки, то пользователи туда про-редиректы, вот, как бы эта штука по умолчанию, она как бы выключена и по-хорошему должна быть тоже выключена, чтобы там какой-то простор для фишек не оставлять. Вот, и следующий момент это различные так называемые паблик-компоненты, это различные экспортированные там активити, ресиверы, сервисы и провайдеры, вот, которые позволяют другим приложениям на устройстве каким-то образом взаимодействовать там с нашим приложением, то есть так называемое там межпроцессное взаимодействие, вот, если у нас как бы компонент явно экспортированный, как-то там не защищен каким-то пермишинами, вот, то есть открыт вообще всему миру для взаимодействия, то здесь могут быть проблемы, там, допустим, с провайдером можно вычитать какую-то информацию там, или там дернуть за ресивер и какое-нибудь там непредсказуемое действие произвести, которое не должно поездить в другое приложение на устройстве уметь делать, вот, или можно там, допустим, банально, если какой-то неожидаемый параметр, допустим, ресивер, он обрабатывает входные данные, но при этом как бы параметры, которые ему передает другое приложение, он вообще не ожидает их и, собственно, неправильно их обрабатывает и может вообще там типа валиться с ошибкой и все приложение там, если он при этом шотдаунился, то тут как бы может такой быть вектор атаки как локальный доз, когда просто другое приложение может постоянно в дауне там типа держать ваше приложение, вот, и никогда его пользователем просто не сможет вообще воспользоваться и у него будут негативные мысли по поводу этого предложения. Компания просто удалит с устройства. И такие вещи, как я говорил вначале, что происходит при сборке мерджинг-манифестов, то, собственно, тоже не исключено, что какие-то компоненты могут подтягиваться из других библиотечек. И через них могут быть какие-то неожиданные взаимодействия с вашим приложением. И вот что дальше со всем этим делать? Я в этом докладе расскажу часть истории, что я с этим делал в одной из компаний, где работал. Я предлагал реализовать какой-то надежный контроль и проверять в итоге релизную сборку. Это типа АПК для Android или iPad для iOS. И как-то это все, естественно, автоматизировать, встроить какую-то проверку в пайплайн. И при этом, если посмотреть на open-source tools, которые существуют для этого, это самое известное – это MobSF Scan. Это такой чистый статический анализатор для мобилок. Он сканит чистые исходники. Как раз то, о чем я говорил, это чистый саст. Он не умеет сканить итоговый дистрибутив. Есть MobSF – это такой фреймворк для проверки мобильных приложений. Он много чего умеет. Но при этом он плохо встраивается в какой-нибудь пайплайн. То есть у нас дефикопсы часто пытались привинтить его. Через наш гитлаб пайплайн и что-то у них гитлаб все ICD. И у всех, короче, возникает с ним проблема. Он как бы немножко не для этого. И кроме того, он там достаточно много мусора выдает. Просто какой-то аналитической информации. Типа, вот я нашел здесь кучу строк. И они, ну, непонятно, на что это все значит. Вот есть такая небольшая тузовина АПК URL-греб, которая чисто там грепает урлы. И она смотрит только на Android-приложения. Вот. И в iOS вообще не умеет. И не умеет ничего другого, кроме как находить урлы различные в сборке. Вот. И есть небольшая тузовина. Это АПК API Key Extractor, который грепает различные API-ключи там по регуляркам. Вот. Опять же, она работает только с Android-приложениями. Нам хотелось как бы и с iOS-мой тоже сделать. Вот. Поэтому я пришел к такому выводу, что надо, ну, написать свою какую-нибудь небольшую греплку, там, свою небольшую тузу. И это было так, что изначально, как бы, я вообще, ну, создал там, типа, это был веб-сервис, небольшой там написанный на фласке. Вот. Потом, после обсуждения с девопсами, мы как бы шли к выводу, что все это, ну, такая история не очень практичная, потому что пришлось бы гонять сборки, там, типа, с агентов на этот сервис и обратно. Это как бы лишняя нагрузка на сеть, и часто сборки не достаточно много весят. Вот. Такая непрактичная история. Поэтому я как бы переработал это все просто в обычный, там, скрипт, там, на питоне, который потом завернул в докер. Вот. И в итоге мы это все встроили, там, в наш pipeline. Назвал я, в общем-то, эту утилиту, там, человек Карл Маркс. Но это такая, на самом деле, для людей не из мира, eBay, это, ну, непонятно, почему так называется. Просто вот для безопасников понятно, потому что есть, как бы, известный такой вендор CheckMarks, который, ну, это самая, наверное, самая большая, крупная и дорогая компания, которая продает, там, свой стат-инализатор. Вот. И большой, там, такой кровавый, типа, интерпрайс, я часто использую. Вот. Есть ссылки, там, в общем, на GitHub и на Docker Hub с образом, с моей утилиткой. Вот. Можно попробовать, в принципе, поюзать. У себя, там, локально на компе, там, прогнать кредитную сборку, проверить. Вот. Или, там, ну, встроить его тоже в pipeline. Вот. Немножко расскажу, как он работает. Это, ну, можно просто, опять же, спулить Docker образ, запустить его. При этом, там, примонтировать, примонтировав какой-то папке. Вот. И, собственно, все, как бы, на минималках. При этом, сама утилита выплевывает отчет. Там есть в HTML формате и в Sariq формате. То есть, когда, вот, мы встраивали, там, в наш pipeline, у нас использовался TeamCity для CI. И HTML, репорт, мы, как бы, вставляли, там, в отдельную вкладочку с отчетами от других линтеров прямо на TeamCity. Вот. И есть также формат Sariq. Это такой, такой, как бы, унифицированный формат для стат-анализаторов машинный, вот, который позволяет, допустим, использовать какую-то vulnerability management систему, например, там, Defect Doge и пулять туда сразу отчеты. Вот. И Defect Doge или какая-нибудь другая система будет все эти баги просто собирать. Вот. Есть вывод, опять же, в файл или, там, в консоль. Есть фильтрация урлов по списку доменов. То есть, там, можно кастомизировать. Если вы знаете, что у вас, как бы, все домены содержат, там, например, слово example, там, какой-нибудь example.com, то можно, как бы, отфильтровать итоговые урлы, которые будут выдаваться. Вот. Также можно фильтровать по тем самым вот co-тегам. То есть, то, о чем я говорил, это когда стейджовые, хосты, они, там, именуются определенным образом, там, через суффикс, например, там, example, defist, там, qa.com. Вот. И также фильтрация по пакетам. Это для андроида. Фильтрация по application ID, по сути. Вот. Соответственно, есть также коды выхода. Ну, это такая, наверное, больше, опять же, тоже информация для автоматизаторов, там, типа, для DevOps. То есть, есть, когда, короче, нет, не нашлось ни одной разъемности, возвращается ноль. Вот. И когда есть разъемность, то, там, exit code типа 1. И на это можно завязаться и, допустим, ломать сборку. То есть, вот, в текущей моей конфигурации, там, exit code 1 только если нашлись какие-то, там, разъемности уровня, там, major или normal. То есть, это если какой-то ключ утек в сборку или, там, какая-то сетевая конфигурация, например, некорректная. Вот. Отчет выглядит примерно вот таким образом. То есть, есть основная информация, там, о сборке. Это файл. Ну, имя вообще файла. Соответственно, package ID. Там, операционная система Android. Это iOS. Версия сборки. Версия кода. Firebase URL. Соответственно, summary небольшое поездивимостям. Там, время, начало сканирования. Там, сколько сканирования заняло. Вот. И также есть, там, пять вкладок для Android. Это типа, вот, то, о чем я говорю, это network. Различные сетевые мисконфиги. URL. Это, там, утечка различных URL. Или, там, небезопасные URL. Ключи. Это различные, там, токены, ключи, там, кредит. А то, тоже, о чем я рассказывал. И компоненты и WebView. Вот. Таких пять основных подразделов. И, соответственно, затем по каждому из разделов есть, там, конкретные уже уязвимости, которые как-то называются. Есть для них severity. Есть, там, found. Типа, нашли мы это или не нашли. Доказательства. То есть, пруфы, где это конкретно, в каком файле, в какой строчке. И, собственно, сам паттерн, который нашелся. Вот. И небольшая информация по уязвимостям. Собственно, для iOS, там, такая же история. Только, там, есть только три вкладки. Это network, типа, URL и ключи. Вот. И остальное все, ну, в принципе, то же самое. То есть, тоже, там, имя файла, название, там, application ID или, там, package ID. И информация о сборках, там, и версии кода. И все такое. При этом, ну, как бы, преимущество, вот, мои tools, которые я написал постоянно с другими, это то, что она, как бы, достаточно просто устраивается, там, в pipeline, буквально, там, в один шаг. Полнота результатов. Кастомизация под проект. То есть, вот, можно, как бы, фильтровать все эти различные углы, там, именно под наш конкретный проект. Вот, отсутствие, там, лишнего мусора по строению с MOBCF. То есть, он только, там, false positive вообще практически не выдает. Только то, что действительно какие-то объективные проблемы уязвимости. Вот. Пруфы. То есть, там, места в коде, где, где это, короче, потенциальная уязвимость. И также простое добавление своих паттернов. То есть, можно вообще, там, какой-нибудь кастомный ключ, который, ну, если, там, допустим, известно, что мы используем, вот, как у меня был ключ-доступ к тестовым стендам, API-ключ, вот, под него можно было добавить, там, свою регулярку. Чисто, там, добавить регулярку, имя, правила и все. Вот, как бы, два шага. И, собственно, узал будет грепать по этому паттерну тоже. Вот. На этом, в принципе, все. Вот, как бы, мои контакты, если кто-то заинтересовался. Телеграм, имейл и, собственно, ссылки на проект, там, на гитхабе, где можно писать исходники, и на докерхабе, где можно скачать сам образ и, там, прогнать свою сборку. Вот. На этом, в принципе, все. Спасибо за внимание. И, если есть какие-то вопросы, то. Да, вопросы есть, Дима. Так, спасибо. Очень интересно. Да. Так. Ну, что? Ну, ладно, давайте по порядку. Первый вопрос от Эрдема Дуева. Извините, если я правильно называю ваши имена. Есть ли удобные способы проверки уязвимостей? Не знаю, сервис или какой-то чек-лист, ну, типа статического анализатора. Или ты уже, по-моему, ответил в течение презентации. Ну, если чек-лист, то есть, как бы, стандартный авасповский чек-лист. Это называется Mobile ISVS. Вот, типа, там, Mobile Verification Standard. Вот. И вначале авасповский. Вот. Там есть, как бы, несколько доменов тоже, там, типа, там, хранение данных, работа с сетью и так далее. Вот. И по каждому есть, там, какой-то список, что можно проверить. Но он такой, он очень широко описан. И там часто не очень понятно, что вообще кроется под каждым из этих пунктов. Вот. А чтобы более подробно проверять, можно читать, там, АВАС, Mobile Security Testing Guide. Вот. Там уже МСТГ. Там уже так более подробно расписано. Окей, спасибо. Женя Мартынов спрашивает. Как шипить важные токены клипом в апку? А шипить, это что значит вообще? Немножко не понял. Шипить, что значит, Женя? Сохранять, наверное. Ну, то есть, защищаться. Ну, важные токены клипом. У тебя есть токен либо для передачи, либо, да? Для того, чтобы спать все хлопки. Как их скрывать, наверное? Ну, да, я понял. Паковать, он говорит, да. Ну, вообще, на самом деле, надежного способа, как и кого-то не существует. Вот. То есть, все способы, они, зашивание какого-то, какой-то чувствительной информации, какого-то ключа с борткой, они все, как бы, не очень. Вот. Но, то есть, в итоге, как бы, есть такое выражение, что реверсер, он побеждает всегда. То есть, если он разберет сборку, то он все равно найдет этот ключ. Или, там, посмотрит трафик, там, как-то в динамике, отдебажит приложение, он все равно ее найдет. Вот. То есть, надо вообще избегать таких моментов. Нужно избегать хранения в сборке каких-то ключей, которые, там, не необходимы для, допустим, анализации, инициализации, допустим, какого-то SDK, который именно вот с клиентом происходит. Вот. То есть, какие-то чуть-чуть информации нужно вообще там не хранить. А если такая, как бы, уже потребность имеется, если это неизбежно, то тогда надо... Ну, я бы предложил самый простейший вариант – это разбить, допустим, токен на две части, которые при XOR'е создают, собственно, тот самый ключ, который нам нужен. Вот. И тогда эти две части, они будут, допустим, разбросаны где-то по приложению, вот, и их будет уже труднее найти. То есть, это будет не полностью ключ, который, там, типа, при сборке, при компиляции, он остается в неизменном виде. Вот. Такие вещи, как бы, будут труднее найти. Как вариант, короче, подхода. На самом деле, да, это был следующий вопрос. Очень много спрашивают, как хранить различные ключи, токены. Ну, как бы, их надо не хранить. То есть, вот, желательно, в идеале. Вот. Если надо хранить, то хорошего, опять же, ну, вот, как я говорил, решения не существует. Вот. Есть только способ, ну, если именно необходимо захардкодить ключ, то есть, прямо хранить его в сборке, то тогда надо, вот, как вариант, разделить его на два, которые при XOR, то есть, при бинарном сложении по битвам дают, собственно, наш ключ. Вот так я бы делал. Окей. Следующий вопрос Александр Кулбайс. Спрашивает, как пофиксить конфиг после мерджа манифеста? Ну, вот этого я, кстати, не знаю. То есть, изначально, мне кажется, надо, чтобы во всех подтягиваемых либах не было проблем вот с этим. Ну, с этим, ну, это вот, а как после мерджа, я даже, вот, честно говоря, не в курсе. Хорошо. Егор Арефьев спрашивает, каким образом организовать хранение токенов для работы со сторонними сервисами, в том числе токенов, содержащихся, например, в GSM-файлах, типа Google сервисов GSM для Firebase? Отчасти мы уже ответим на это. Ну, да, по сути, это все то же самое, те же самые вопросы. То есть, если какие-то ключи, ну, допустим, если это by design так сделано, что этот ключ просто там поставляется вместе с библиотекой или там нужен, ну, вот он для инициализации там какой-нибудь, допустим, аналитики для использования на клиенте, он необходим, там, сторонний, то, ну, с этим уже ничего не сделаешь. Вот. А при этом, если мы сами как бы проектируем какую-то нашу там API, в которую мы ходим, вот, то там уже надо делать нормальную аутентификацию. То есть, когда там человек идет, пользователь, допустим, дает креды, в ответ на который возвращается какой-то токен доступа, им этот токен уже там типа, то есть нигде не хранится в исходниках, он просто там шифруется и в зашифрованном виде сохраняется в локальное хранилище, там, в QR-приложении. То есть, ну, вот это, вот так должен нормальный подход работать. Окей, круто. Так, Николай спрашивает, как вы боретесь с ребятами из ФОП-ВДА, которые реверсит АПК и делают моду? Да, на самом деле никак. Это, ну, вот эти все приколы с реверсом, они больше актуальны для каких-нибудь там игр типа мобильных, допустим, в которых что-нибудь там на клиенте зашито, вот, и там какой-нибудь кривой дизайн, из-за которого можно какие-нибудь там дополнительные очки, я не знаю, получить или какую-нибудь там платную функциональность там получить бесплатно, там, вот. Я как бы больше всегда работал в таких, типа, в банках, там, в финансовых компаниях, им как бы, ну, или вот сейчас в Сбермаркете, вот, им не принципиально такие вещи, на самом деле, как-то сильно от реверса защищаться, вот, там немножко другие задачи, то есть, то, что это, как бы, злоумышленник разреверсит приложение, вот, если мы там ничего не храним, какой-то чувствительных данных, ну, и ничего страшного, ничего не произойдет. То есть, вся, ну, как правило, если нормально спроектирована система, то, как бы, вся функциональность, она выносена на бэк, вот, и клиент, он, как бы, ну, вообще не особо здесь, тонкий клиент, он не роляет никак. Так, Женя Чуркин спрашивал про конфиги, хранение токенов, мы уже ответили на этот вопрос. Так, Иван Мирошниченко спрашивает, а системным сертификатам приложения продолжает доверять? Не тем, которые добавил пользователь при включении Network Security Config? Да, конечно, продолжает, ну, как бы, системным он приложению доверяет всегда, вот, и при этом, как бы, если получилось как-то закинуть сертификат, ну, по сути, вот это вот системный и пользовательский сертификат, это просто две разные папки в локальном хранилище, вот, на самом деле, и все. И, как бы, то есть, вот, например, на рутованном устройстве можно прошить пользовательский сертификат спокойно в папку с системными, вот, и тогда вообще там без вот этого изменения Network Security Config можно будет спокойно митнить, то есть вот здесь такой момент. Окей. Так, тут осталось всего три вопроса, так, Женя Мартынов спрашивал про шиппинг Firebase ключа, я так понял, мы его ответили, Алексей, по крайней мере, что мы ответили. Да, если что, Женя, если ты не удовлетворен ответом, пиши в чат, постараемся удовлетворить. Ладно, Алексей Блекот спрашивает, а где нужно хранить тестовые урлы, если не в билд Redal App? Ну, да, ну, короче, вот тестовые урлы не должны, собственно, в релизную сборку вообще попадать, то есть они могут там в тестовой сборке валяться, это окей, но в релизную они не должны, то есть должны быть как бы разные там билд-варианты для каждого типа сборки, типа там тестовая сборка и релизная. Вот в тестовой есть свои, допустим, урлы, которые не попадают в релизную. Хорошо, и последний вопрос от Ивана Мишченко. А долго ли выполняется Карл? Кто выполняется? Карл. А, да, вот с этим момент я тоже что-то про это не осветил. На самом деле прикол в том, что как он вообще внутри работает под капотом, типа и Пашку он просто через Unzip прогоняет, вот это для IOS, и потом там грепает, но в IOS там такая структура, там мало файлов, вот, и он, то есть меньше 30 секунд всегда работает, то есть обычно где-то секунд 10-15 он все прогоняет и выплевывает результат. В Android там вообще может быть по-разному, то есть может быть, зависит от приложения, может там полминуты, может минуту, может там типа 5-7 минут, если оно огромное какое-нибудь здоровое приложение, и там куча файлов. Вот, поэтому, ну, как правило, вот в 10 минут он укладывается. Вот, это такое, как бы есть такое правило там девопсовское, что типа те тулзы, которые там работают больше 10 минут, они должны быть выкинуты из пайклайна. Вот, ну, в общем, могу сказать, что тут он работает на Android приложениях помедленнее, вот, то есть где-то несколько минут придется подождать, как правило. Вот, зависит опять же от приложения, то есть вот в Тинькове я раньше работал, там оно было просто здоровенное приложение, там что-то полгига, наверное, весь дистрибутив весил и гонялся на нем прям 7 минут, где-то так вот, наверное, 5-7. Вот, но как бы, ну, на основном на мобильном банке, то, что там поменьше приложений, они, конечно, будут быстрее, там минуты 2-3, вот, плюс-минус так. Так, ну, у нас вопросы все. Дима, большое тебе спасибо за интересный доклад, потому что ты пришел к нам, рассказал. Надеюсь, вам, ребята, понравилось, было полезно. Видео я выложу, вы можете потом в дальнейшем пересматривать его, если сталкиваетесь с подобными задачами. Но мы завершаем данную сессию, да? Да, вам спасибо. Да, спасибо, спасибо. И сегодня мы продолжим вечером. У нас есть, Виталь, какая, ну, помню, там Кирилл Розов у нас будет, я помню, точно он будет рассказывать у нас. Так, вечером у нас будет, сейчас скажу, вечером у нас будет прокопаемся в возможностях OKHTP и Retrofit. О, крутая сессия. Так что, ребята, давайте вечером всех ждем. Сессия полезна про HTP, клиенты наши известные, да? И будет очень интересно. Так что ждем вас. Ну, мы на этом сегодня все. Спасибо большое, что пришли. Теперь можно спокойно идти работкать. Всем пока. Всем до вечера. Спасибо тебе, Дима, еще раз. Спасибо.